Утро страны! На телерадиоканале Страна.ФМ Ну что, щеканы всей страны, ликуйте, потому что прямо сейчас в нашей студии появился обворожительный, потрясающий Костя Битеев. Костя, доброе утро! Доброе утро, Костя! Спасибо, что пришел. Ждали! Да-да-да. Для тех, кто к нам только что присоединился, и я уже до речи начинаю терять, хотя рано, в студии присутствует Влад Кутузов, Валерия Майорова, и вы тоже можете принять участие в нашей беседе, если будете писать свои вопросы на номер ватсапа и вайбера 8909-928-189-9, а также есть группа vk.com. Да, абсолютно верно. Костя, еще раз доброе утро, спасибо, что пришел. Хотелось бы, вот только что мы смотрели клип на песню, которую порвала всех и вся, практически совсем недавно, песнь под названием «Щечки». Ты же ее сам написал? Да. Она основана на каких-то реальных событиях, то есть это была девушка, у которой были вот такие именно щечки, и ты как бы выдержался? Эту историю уже все знают. Еще хотим знать, не все знают пока еще. Да, эту песню написал я два года назад, посвятил ее девушке, вот и «Восемь сердец». Тоже есть же? Да, так получилось. Слушай, ну к восьми сердцам мы подберемся постепенно, давай я, знаешь, какой у тебя вопрос задам. Как ты мог не снять меня в этом клипе? Посмотри, я же самая щекастая ведущая на телерадио. А ну-ка, улыбнись. Да. Да, да? Вот, вот, ты понимаешь? В следующем клипе, когда ты будешь что-то петь про щеки, имей в виду, потому что я, вот прям практически, у меня тотемное животное, даже хомяк. Я хочу тебя спросить о следующем. Не хочешь ли, смотри, у тебя сейчас, значит, щеки, потом сердце, да, там даже в песне Лизе говорится, что сначала Костя гладил нас по щекам, а теперь он бьет нас прямо в сердце. Какой следующий орган в организме человека ты планируешь затронуть в своем творчестве? Ну, вот здесь хорошо подумаешь сейчас. Хорошо подумаешь. Чтобы не ошибиться. Следующая песня будет скорее просто общая, а внешность и просто... Все, соединишь, подытожишь, так сказать. Нет, еще что-то будет. Хорошо. Хотя после встречи с Валерией сегодняшней, я думаю, что может быть возьмут щечки-два, например. Щечки-два, да. Щечки-два, как вариант. Ну, хотя же хотелось бы быть щечками один, но что делать? В шоу-бизнесе оно так, как предлагают, нельзя отказываться. Кость, еще такой вопрос. Твои поклонницы присылают себе фотографии голых щечек? Не только щечек. Вот, давай подробнее на эту тему. Зачем с утра об этом говорить? Нет, ребят, у меня другой вопрос. А бывают одетые щечки? Бывает, бывает. Бывает, всякое бывает. Щечки присылают, и другие части тела присылают тоже. Но я на это реагирую как бы по-разному. По-разному. Ну, у тебя возникает такое чувство, что, ну, как бы, вот, и круто, и хорошо, значит, все вверх идет, значит, популярность и так далее, и так далее, и узнаваемость и все остальное. Если присылают фотографии голых щечек? Да, да, да. Ну, мы про щечки говорим все. Это странное чувство возникает при этом. Слушай, а вообще ты большое внимание уделяешь, ну, вот, допустим, тем же соцсетям? Потому что есть артисты, которые говорят, да как бы мне вообще все равно. Есть такие, на самом деле, правда, я не знаю. Ну, мне все равно, я не особо парюсь с Инстаграмом, там раз в неделю фотографика, это непонятно. А есть люди, которые прям три поста в день стабильно. Блогеры, да. Да, 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 следят за лайками, за подписками и так далее. Конечно, я уделяю, я на все комментарии отвечаю, каждый день стараюсь выкладывать пост. Вот, забыл сейчас сфоткаться. Можно сфоткаться? Да, мы успеем это сделать, я думаю, чуть попозже. А, может, пока включить прямую трансляцию, чего бы нет. Пока Майорова витиевато формирует свои мысли. У нас всех там и покажут. Да, да, да. Кость, вот ты скажи, пожалуйста, ты, ну, я все про фанаток, ты на самом деле не подумай ничего лишнего, я замужем, я приличная женщина, просто песни. Мне это очень понравилось. Хотя вы, Валерий, уже спалились. Да, да, да. Ты скажи, пожалуйста, у тебя есть такой момент, что ты мог бы влюбиться в какую-то из своих фанаток, поклонниц, или ты все-таки четко разделяешь, что фанатки видят только твой образ, выбираешь девушек, так сказать, из другого круга, которые знают тебя настоящего? Можно еще раз вопрос? Да, и желательно как-то бы конкретнее давали. Я тоже что-то не особо понял. Ты можешь, скажи, пожалуйста, у твоих фанаток есть возможность завоевать твое сердце? Или ты, как бы, считаешь, что творчество — это творчество, а личная жизнь, она должна как-то в других кругах протекать, где люди тебя видят настоящим, а не только в том образе, в котором ты являешься себя на сцене? Я считаю, что это не поддается логике. Ты можешь любиться в любую девушку. Ну, чаще всего мужчинам нравится добиваться женщин. Поэтому, если девушка проявляет фанатичную инициативу, у меня, конечно, сразу падает интерес. Автоматически это как-то происходит. То есть не было еще такой девушки, которая бы мне понравилась, но до этого она мне проявляла большой интерес. Константин завоеватель. А потом же это как молния, да, Кость? Оно же нет-нет, а потом раз — и пошло, и ты понял, что попал. Слушайте, вот я вот прям чувствую, что сейчас такое время, что должно раз — и пойти что-нибудь из твоего сольного творчества в эфир в акустическом варианте, чтобы девчонки у нас прилипли к экранам и сказали, ах, какое прекрасное утро петь. Ну, говоря, короче, мы хотим попить сейчас чуть-чуть. Мы будем слушать, а ты нам споешь какую-то замечательную песню. Вот прямо сейчас, в прямом эфире, абсолютно живой звук, Кость Битеев с гитарой, и мы будем слушать песню. Скажи, какая только песня будет соучаствовать. Я могу подержать, если что-то. А, да? Я про телефон, друзья, но там кто-то не видел. Вот, так. А я сыграю новую песню, она называется «Суперсредство». Во! Слушаем, поехали! Я помню, словно было вчера Ты будто из фильма Невольно раступилась толпа И ты прошла сильно Твоя энергия накрыла пленяя Иду на свет Но одно остановило меня Что? Ты пытаешься скрыть свою красоту под Суперсредствами Не пытаешься скрыть свою красоту под Её так мало Естественности так мало Этот холодный взгляд Здесь не будет искр, нет Время не вернуть назад Это лишено смысла Пытаюсь заскрыть свою красоту Суперсредствами Не пытайся скрыть свою красоту Ее так мало Естественности так мало Ты пытаешься скрыть свою красоту Суперсредствами Не пытайся скрыть свою красоту Её так мало естественности, так мало, yeah! Её так мало естественности, так мало, yeah! Oh no! Yeah! 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 Так мне нужны руки, я должна хлопать! Кость Тибетейп у нас в гостях сегодня друзья на телерадио канале страны FM. Кость, скажи пожалуйста, эта песня сейчас существует только вот в таком варианте или она уже записана? Только в таком, эксклюзиве. О, то есть сейчас вот мы были одними из первых, кто её заценил. Это реально потенциальный хит, ребята. Это потенциальный хит по той простой причине, что уже на втором припеве я начала его подпевать, он цепляет и знаешь, что мне нравится? Вот все сейчас поют, ты безупречна, ты такая классная, а ты вот именно говоришь о естественности. Это так важно, потому что девчонки молодые, особенно которые не понимают, что всё в журналах нафотошоплено, но они стремятся к тому, чего нет. Вот для тебя женская красота она какая? Ну понятно, что с щеками. Меня самого волнует этот вопрос, не знаю почему, но вот эти каноны красоты, которые нам приписывают, они мне, конечно, вот мне не нравится это, что нам навязывают каноны красоты, девушки худеют, 14 лет, допустим, дочери нет у вас ещё? Пока ещё нет. Это был провал сейчас только. Твой причём. Да-да-да, рассказывай. Всё может быть. Что у меня 14-летняя дочь, ну нет, такого быть не может. Ну то есть 90-60, 90 там сейчас чуть поменьше, да? Это же хорошо. Валерия. Да, девушки голодают, чтобы похудеть, им навязывают вот эту стереотипность красоты. Я считаю, что нужно любить себя такими, какие мы есть, в принципе. В разумных пределах нужно просто сознательно заботиться о своём организме, слушать его, но не перегибать палку. Прислушиваться к себе в первую очередь. Я вот думаю, что мы сейчас всё-таки прислушаемся в премьере на телерадиоканале «Страна FM», а потом обязательно продолжим разговор на эту тему, потому что у меня тоже есть что сказать, мне эта тема тоже очень сильно волнует. Да, но премьера она как? Мы объясним всем, кто нас смотрит и слушает. Эта песня у нас уже крутится, и клип тоже, но сейчас вот автор у нас в гостях. Кость, представь песню, которая сейчас прозвучит. Следующая песня называется «Восемь разбитых сердец». Она для меня играет большую роль. Такая для меня более серьёзная песня, чем «Щёчки». Вот я бы хотел быть более серьёзным, на самом деле, артистом. Просто я медленно буду подводить к этому. Я думаю, что всё получится. Да, пока так попсовее будет. Ну, посмотрим, что будет потом. Ну, друзья, давайте смотреть и слушать прямо сейчас. Костя Битеев. «Восемь разбитых сердец» на телерадиоканале «Страна FM». Смотрим и слушаем. «Восемь разбитых сердец» на телерадиоканале «Страна FM». Только что прозвучала эта песня. Только что мы посмотрели клип и потрясающая образность. Я так понимаю, что восемь – это знак бесконечности. О бесконечной любви здесь речь идёт. Кстати, а где камера, ребята? Какая? Камера, камера, камера. Вот сюда, смотри. Вот сюда. Сегодня футболки с цифрой восемь. Ох, красавчик какой. Лично мы сделали футболки в честь «Восьми сердец». Так что обращайтесь. Их у нас несколько. Где-то можно через твой аккаунт, да, её приобрести? Можно, можно заказать, да. Хорошо. Так, ну, давай к символизму вернёмся. Кто снял эту потрясающую работу? Как она снималась? Где? И вообще, когда вы работали над сценарием, сразу ли достигли какого-то единого мнения? Или ты хотел свою историю, а режиссёр – свою? Это сложный процесс, на самом деле. Потому что у меня в голове какие-то свои идеи. Но я же не режиссёр. И было несколько режиссёров, было несколько сценариев. Кто-то опускался опять до каких-то немного пошлых картин. То есть… Ну, больше хотели для взрослых чего-то. Лимузины, там, кровать, женщина, да. Ну, стандартный набор такой, да? Ну, да, что-то такое. Когда я начинал читать, я понимал, что это не то. И был хороший сценарий один, помимо этого. Этот тоже хороший. Который мне понравился. И я бы хотел, чтобы был такой клип в будущем. На какую-то другую, может быть, песню. Road Movie такое. Когда едет парень в джипе, и он как бы живёт в машине в этой. И он уличный музыкант. Я бы и сам хотел пожить такой жизнью. Я думаю, ближе к лету мы посетим несколько городов, ближе лежащих у Москвы. Просто приезжаешь в город, в любой, на центральную площадь приезжаешь. У нас есть вся аппаратура, которая нужна. Есть генератор. То есть просто? Да, да. Ставишь… Ну, ставишь аппаратуру, играешь полтора часа, как уличный музыкант. А вы не боитесь, что там будет вас полиция гонять? Или будете договариваться? Что-то зарабатываешь… Ну, это по ходу разберёмся. Говори, нет. Хотя, с другой стороны, если будет гонять полиция, вы можете всё это снимать в блоге и сделаете себе рейтинги там. Так что всё будет круто. Вот, отлично. Костя, а скажи, я хочу спросить… Я не подвёл к сути. Да, да, да. Подождите, подождите. Вы куда-то торопитесь. Да. И вот как раз сценарий был интересный. То, что чувак едет в этом джипе, потом к нему девчонка присоединяется, потом они вместе едут, типа Love Story чуть-чуть. Потом она его кидает, его в машину угоняет. Ох, зараза. В общем, такого типа. Но там не было особо истории. Мы ждали, когда будет сценарий, где будет какая-то история поинтересней. И вот Леонид Колосовский, это режиссёр, который работает в «Мозги продакшн». «Время и стекло» клипы снимает. Да, он снял все клипы группе «Время и стекло». Последний клип Диме Билану «Держи». Мне очень понравился клип. А, вот это тоже его клип, да? В «Португалии», да, снимали. И Полин Гагарин тоже, по-моему, там есть в этом списке, с кем работает. Да, да, драмы больше нет. Шикарно, шикарно. Вот, и он предложил вот такую историю, что мы зациклимся на цифре 8. То есть многие, кто посмотрел клип, возможно, не обратят внимание, но все вот эти вставки со стаканами, с кактусами, там всего по 8. Вот. Символизм такой. Да, там всё вокруг восьмёрки построено. Да, какой вопрос у вас? У меня вопрос один сейчас, Костя, теперь уже. Мы хотим повтора праздника. Мы хотим на бис эту же песню, но уже в живом исполнении прямо сейчас услышать. Ну, мы ещё о клипе поговорим. Конечно. Да, да, да. Сможем спеть прямо сейчас? Нет. Только за деньги. Супер. Договорились. У тебя есть деньги? Конечно. Мы договоримся. Окей. Восемь разбитых сердец в твоём шкафу. Восемь забытых драм и восемь шуток. Восемь разбитых сердец в твоём шкафу. Давай их скорее вернём, а то вышло грубо. О! Присадлуйся, пока есть время. Смотри, ты стала нервной, но только с ним ты могла быть нежной, Ты не станешь прежней Восемь разбитых сердец в твоем шкафу Восемь забытых драм и восемь шуток Восемь разбитых сердец в твоем шкафу Давай их скорее вернем, а то вышло грубо Восемь раз начинало что-то жить Восемь смелых надежд на тот сон Знай, что в своем шкафу он хранит И твой он 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 Слушай, какая у тебя потрясающая манера Исполнять У тебя голос приятный И вот эта манера, от которой мурашки Друзья, абсолютнейший эксклюзив Только что на телерадиоканале Страна FM В таком варианте вы эту песню еще не слышали Кость, вот скажи, пожалуйста А музыкальное становление твое как произошло? Какие группы ты слушал, чтобы вот Ну вот все в себе это объединить И так сказать явить миру? Ну, поделись секретом Может быть я пересмотрю свой трек-лист Или вообще все сам Никаких авторитетов полностью Все мое, все Вот из глубины дышу Нет, нет, я вкратце расскажу На самом деле До девятого класса Я не слушал особо вообще никакую музыку Мне кажется, что я слушал Диму Билана Ну все, что дают, слушал Потом моя средняя сестра Она была неформалом И вот эти гулянки там Вписки А, вписки, там уже были? А я дома сидел Учился И она стала приносить всякие группы My Chemical Romance Потом 30 секунд до Марса Я стал слушать их Чувствую 30 секунд до Марса Прям чувствую В конце, да, на крики Да Ну да, какое-то время я пытался подражать Джареду Лето Потом стал слушать помягче группы The Killers, Coldplay Вот тоже примешалось, да И сейчас слушаю, в принципе, музыку очень разную Мне в основном нравится британская музыка Какая-то интересная Вот Джек Гарретт нравится Джеймс Артур нравится Тоже примешался, наверное Ну, кстати, это заметно немножко Кость, мы тебя все-таки перебьем Мы еще и о клипе хотели поговорить У нас будет время Прямо сейчас мы неналогу прервемся И вновь вернемся в эфир Костя Битеев в гостях на телерадиоканале Страна.ФМ Будьте здесь, друзья Утро страны На телерадиоканале Страна.ФМ Итак, продолжается утро на телерадиоканале Страна.ФМ Влад Кутузов, Валерия Майорова И Костя Битеев Слушай, ну Костя Битеев, между прочим, он пришел Такой с утра был Чувствовал, что он с трудом встал А сейчас он уже улыбается Он уже свой в доску Мы, Валерий, с тобой знаем, как никто Другий, как артистам Тяжело просыпаться раннее утро Как никто Так, Костя, ты помнишь, ты нам еще говорил, что Есть, что договорить про клип На чем мы остановились? Конечно, конечно Мы остановились на Леониде Колоссовском Который снимал этот клип Вот Что вам рассказать про клип? Это был мой второй клип Съемочный день Если первый клип мы снимали 12 часов в щечке То этот мы снимали 20 часов Основную картину мы снимали где-то 13-12 часов А потом снимали вот эти сцены Когда нужно что-то ставить Ну вот эти Досъем Да, это сцены У Леонида много таких сцен Можете увидеть Во время стекла в клипах Там очень много таких сцен Вот И нас он заставил остаться Мол, нужны именно ваши руки, чтобы ставили Мы там уже такие, блин, полусонные Просто ставим, берем, ставим, берем Ну а что, можно было провести кастинг И написать руки, как у Кости Бетеева Нужно ставить что-то А может быть, похожих и нет в мире больше Может быть Вот такой, у меня просто здесь шрам На правой руке От чего у тебя? Мне было 6 лет И мы жили в Сочи тогда Я сидел за столом И мама приготовила кашу Я потянул, видимо, руку в кастрюле И меня аж парило Ой, бедняга Я этого не помню Мне мама рассказала Может быть, было что-то другое Ну ничего Мне кажется, таких вещах лучше не помню Шрамы украшают мужчины Кость, хотел вот о чем спросить Так вот по поводу клипа мы еще не договорили Да, пришел Леонид У тебя были свои наработки И что дальше произошло? Леонид сказал Нет, Кость, твои идеи Вот нет, давай все это делать Как я хочу Или все-таки он взял что-то от того, что ты им предлагал Мы во всем доверились ему То есть в костюме, в одежде Во всем Девушку он выбирал сам тоже То есть я бы не уверен, что выбрал рыжую девушку То есть не в твоем вкусе? Мне больше нравятся шатенки А вот сейчас, когда все это уже произошло Ты смотришь клип, ты сожалеешь уже Во время съемочного дня, извиняюсь, что перебиваю Я понял, почему они взяли эту девушку Она хорошая актриса именно И были сцены, где я Как бы я зажатый человек еще пока Были сцены, где нужно было танцевать Изображать веселье Если бы девушка была просто модель То мы бы с ней тупили, стояли А тут она все взяла на себя И получилось неплохо То есть она вытянула многое на себя Я это признаю И благодаря своим актерским данным Она это сделала Вот я Не, получилось не то, что неплохо Получился клип отличный вообще Очень такой чувственный с историей Глубокий клип Слушай, значит, я так понимаю, что ты всегда прислушиваешься к мнению тех, кто для тебя авторитетен То есть ты свою линию, несмотря ни на что, вот не гнешь Я так сказал, будет вот так На данном этапе нет Потому что эти люди в шоу-бизнесе уже сколько лет Довольно много Леонид уже давно снимает Поэтому я пришел, прислушался к нему на сто процентов Слушай, ну и хорошая и правильная позиция вот, да, для музыканта Когда ты говоришь, что не я буду свою здесь вот догнуть А я доверюсь А я доверюсь, ребят, вы знаете, да, в этом деле там больше, да, вы больше лет работаете и у вас получится это качественнее, там, профессиональное У нас не так много времени остается, Кость, можешь прям вот коротко, когда всем твоим многочисленным поклонницам ожидать твой первый сольный альбом? Насчет альбома пока ничего не могу сказать, могу сказать насчет EP И общая концепция первого EP будет, ну, все вот для девушек, щечки, восемь сердец, суперсредства, да, вы послушали Еще пару песен мы добавим И я думаю, что зима, где-то ближе после зимы, наверное Везна Да Как раз когда любовь, сердца и все такое Короче, в начале следующего года будем ждать Поклонницы, вы слышали, когда выйдет EP у Кости Бетеева? Можете уже записываться в очереди, футболки тоже, кстати, приобретайте Ну что, спасибо тебе огромное, что ты пришел, было очень приятно Ты душевно поешь, ты отлично рассказываешь И мы ждем тебя в гости снова и снова Все, спасибо Кость, большое спасибо, сегодня у нас было много эксклюзива потрясающего совершенно Это здорово на самом деле Приходи еще с новыми песнями, с новыми клипами Спасибо И успеха тебе в творчестве Пока Пока